Кремль после Ереванской тусовки заговорил о распаде ОДКБ, остается год. Споксмен Кремля Дмитрий Песков после Ереванской клоунады ОДКБ, когда стало ясно, что Армении не подпишет декларацию и документ о мероприятиях по поддержке Армении, поспешил заявить, что независимо. От этого Армения остается в ОДКБ. Сегодня Песков и официальный представитель МИД Мария Захарова по очереди заявили о важности ОДКБ в деле достижения армяно-азербайджанского урегулирования и мирного договора. Существуют определенные разногласия по определенными моментам, которые не позволили действительно подписать два документа вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ напротив. И состоявшиеся мероприятия, и озвученные во время мероприятия позиции сторон, и весь прошлый год продемонстрировали растущую потребность государств-участников под такую организацию, сказал Песков. Отвечая на вопрос, скажется ли отказ Армении от подписания декларации на судьбе ОДКБ, таким образом в Кремле заговорили уже о судьбе ОДКБ, а это значит, что вопрос назрел. Примечательно, что об этом стали говорить сразу после Ереванского саммита. Хотя и до этого были поводы по Казахстану, Таджикистан-Кыргызстану. Президент Казахстана Такаев в январе этого года потребовал вывода войск ОДКБ из страны, а президент Таджикистана Рахмон напрямую обвинил Путина. Кроме того, Армения и Кыргызстан недавно отказались от участия в учениях ОДКБ. Но вопрос о судьбе ОДКБ был поставлен именно на Ереванском саммите, и свидетельством тому, выступлении президента самозванца Беларуси Лукашенко. Причем он откровенно намекнул на перспективу распада России в условиях войны в Украине и международной изоляции и предостерег от того, как бы не остаться под ее руинами. Вот в чем фишка, и вот где проявляется трагическое отсутствие осознания реального веса и ценности Армении и антиармянской суть в агентурной обработке ереванского истеблишмента и медиаэкспертного сообщества, реакции рупоров власти и оппозиции на ереванский саммит, тому свидетельство. Кремль, пусть даже ценой распада России, будет стремиться сохранить ОДКБ, уж слишком это удобное орудие для довершения и упразднения армянской государственности. Заявление с полксмена Кремля об этом. ОДКБ для того и существует. ОДКБ есть, пока Армения цепляется за него, даже когда Пашинян на ереванской тусовке объявляет об отсутствии согласия в блоке и называет это фиаско. Лукашенко обещал Путину вытянуть еще год, пока все закончится. Вражеские планы не обязательно реализуются, парламент Армении может одним решением положить конец антиармянскому процессу, с его трехсторонними бумажками и их подписантами. Парламентские силы несут прямую и равную ответственность за неиспользование этого шанса. Субтитры создавал DimaTorzok